Эфир канала РТВ продолжают международные новости в студии Сергея Кения. Здравствуйте, сейчас в мире. В секторе газа в результате обстрела школы ближневосточного агентства ООН погибли около 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Большинство из них женщины и дети, инцидент произошел сегодня утром в лагере палестинских беженцев Джабалия. По некоторым данным, в момент удара в здании школы находились более трех тысяч человек, укрывшихся там от боевых действий. Некоторые СМИ сообщили, что снаряды были выпущены израильскими танками, но источники в самом Цахале эту информацию не подтверждают. В беседе с израильскими СМИ представитель армии обороны заявил, что ему ничего не известно об обстреле школы. Ранее, напомню, палестинцы обвинили военнослужащих Цахала в ракетном ударе по детской площадке и больнице в другом лагере беженцев Эш-Шати. Однако в Иерусалиме вину за гибель людей возложили на боевиков группировки Хамас. В подтверждении своих слов пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала снимки, на которых отмечены места падения ракет, а также точки, из которых они были выпущены. Люди просто сидели, некоторые из них спали. И вдруг на их головы обрушились ракеты. Дети, мужчины, все они были разорваны на части. За что они были убиты? Что они сделали? После начала силовой операции «Нерушимая скала» Иерусалим не раз обвинял палестинских экстремистов в использовании мирных жителей сектора Газы в качестве живого щита. Власти Израиля неоднократно сообщали о том, что боевики Хамаса отстреливаются, находясь в жилых районах в зданиях больницы школ. Сообщали они также об обнаружении в этих зданиях складов с оружием и боеприпасами. Эту информацию подтверждают и в ООН. Сотрудники Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций сами нашли крупный склад ракет в одной из школ, которые они курируют. Это уже третий подобный арсенал, обнаруженный в школах агентства ООН в Газе с момент начала военной операции против террористов. Израиль тем временем продолжает уничтожать военную инфраструктуру группировки Хамас. В первую очередь речь идет о тоннелях, используемых боевиками для осуществления вылазок против еврейского государства. За минувшие сутки Цахал атаковал около 200 целей в секторе Газы, в частности, взорвал три подземных тоннеля, ведущих в Израиль. Всего с начала операции «Нерушимая скала» в палестинском анклаве были поражены более 4 тысяч террористических объектов. «Мы обнаружили скрытый проход в тоннеле и замаскированные ракетные установки. Вот они спрятаны здесь, укрыты деревьями. Поскольку они так замаскированы, их очень сложно засечь самолетом с воздуха». Активно действовать продолжают и экстремисты. За последние сутки боевики выпустили по израильским населенным пунктам более шести десятков ракет. Группировка «Хамас» отвергает предложение о перемирии, выдвигая Иерусалиму предусловие. Несколько раз боевиками была нарушена договоренность о прекращении огня. По всему Израилю тем временем проходят акции в поддержку силовой операции Цахала в секторе Газы. В Тель-Авиве к зданию военной базы Генштаба пришли около 200 правых активистов. Некоторые из демонстрантов, одетые в военную форму были в наручниках, так они выступили против политики определенных сил в стране, не поддерживающих действия Цахала в Газе. По мнению участников акции, таким образом эти силы надевают на армию наручники. Демонстранты призывали власти Израиля продолжить операцию «Нерушимая скала» до полного уничтожения группировки «Хамас». «Мы пришли сюда, чтобы сказать Нетаньягу, что 87% евреев Израиля поддерживают его в том, чтобы решить проблему Хамаса. Необходимо уничтожить террористов и вышвырнуть Хамас из сектора Газы. Если он остановится, он должен будет подать в отставку. Мы хотим покончить с Хамасом». В Донецкой области Украины в результате разрыва мины пострадали по одним данным семь, по другим девять человек, среди них трое детей. Инцидент произошел в Серебрестовое после того, как дети принесли домой неизвестный предмет. Все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Двое взрослых впоследствии от полученных ранений скончались. Украинские военные тем временем продолжают наступление на позиции ополченцев. По данным штаба антитеррористической операции, силовики взяли под контроль ряд населенных пунктов Донбасса. В Киеве также сообщают о попытках сепаратистов вернуть утраченные позиции. Как заявил руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, в районе населенного пункта Дубровка ополченцы атаковали военных при поддержке семи танков, прибывших ночью с территории России. Руку Москвы в конфликте на востоке Украины видит Вашингтон. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Россия продолжает вооружать сепаратистов ракетными установками, артиллерией, танками и системами противовоздушной обороны. Контрадмирал также выразил обеспокоенность тем, что граница с Украиной стянуто более 10 тысяч российских солдат. Накануне, напомню, США ввели новые санкции в отношении Москвы. Президент Барак Обама, выступив с экстренным заявлением, обвинил Россию в дестабилизации ситуации на востоке Украины. При этом он подчеркнул, что обострение отношений между странами не является новой холодной войной. А вот в Госдуме считают иначе. Как написал в своем твиттере глава комитета по международным делам Алексей Пушков, цитирую, Обама войдет в историю не как миротворец, а его Нобелевская премия мира уже все забыли, а как президент США, начавший новую холодную войну. Конец цитаты. Москва и Вашингтон, между тем, продолжают гонку сбыта вооружений. Власти США сообщили о намерении поставить в Ирак 5000 ракет Hellfire на общую сумму 700 миллионов долларов. Госдепартамент уже одобрил сделку. Крупный оружейный контракт с Ираком подписала и Россия. Как пишет газета «Ведомости», со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, стоимость этой сделки оценивается в 1 миллиард долларов. Соглашение предусматривает поставки артиллерийского и минометного вооружения боеприпасов, реактивных систем залпового огня ГРАК. Общая сумма заключенных Москвой и Багдадом контрактов достигает 6 миллиардов долларов. Но в настоящее время крупнейшим поставщиком военной техники Ираку остаются США. Общая сумма их контрактов превышает 12 миллиардов. В США умер штурман самолета, сбросившего атомную бомбу на японский город Хиросима. Теодор Ванкирк скончался в доме престарелых в штате Джорджия в возрасте 93 лет. Он был последним членом экипажа того самого бомбардировщика, который нанес первый в истории человечества ядерный удар. Произошло это 6 августа 1945. На Хиросиму была сброшена бомба под названием «Малыш». Ванкирку на тот момент было 24 года. Он ушел из жизни ровно за неделю до очередной годовщины атомной бомбардировки. Интересно, что все члены экипажа, в которые входил Ванкирк, оказались долгожителями. Командир Пол Тибетт скончался в 2007 году, дожив до 92 лет, а второй пилот Моррис Джепсон в 2010-м в возрасте 87. И на этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь.